девчонки мальчишки всем привет сегодня хотел бы немного с вами пообщаться рассказать что сейчас вижу что уже связала что буду вязать и немножко хочу с вами поделиться мне недавно пришел заказ на несколько костюмов я их теперь буду вязать и и хочу с вами записывать вам как бы вязальный влог если это так можно назвать и показывать какие мои продвижения я начала вязать кофточку это будет как бы свитер такой объемный свитер с капюшоном здесь на груди будет застежка я думаю вы в моем профиле видели уже наверное поняли что это за костюмчик будет к нему будут еще штанишки штанишки будут вот такого цвета это пряжа ванна goldfine цвет цвет 240 кофту я буду я вижу в 3 нити на спицах номер 7 а номер 6 вяжу я в круговую провязала резинку резинку резинка у нас пять с половиной сантиметров дальше я провязала вот такое полотно узором двойной рис и получилось у меня 18 сантиметров без резинки и 23 сантиметра с резинкой в конце вот провязала я это расстояние и дальше я буду разделять на спинку и перед перед тем как закончить я в конце сделала здесь убавки то есть я поделила пополам ровно одинаковое количество это будет перед это будет спинка поделила пополам и сделала с каждой стороны здесь убавка и здесь убавка здесь убавка получается 4 петли я убавила здесь 2 здесь 2 чтобы он немножко сходился под объем груди поэтому потому что я вязала его пошире и он получается по объему бедер я вязала естественно объем груди получается свободный больше чем нужно примерно на полтора сантиметра на сантиметр вот так рукава у нас будут спущены не реглан дальше я буду провязывать каждую сторону сейчас я буду провязывать спинку спинку я провяжу 12 с половиной сантиметров с каждой стороны я буду вязать ее туда обратно туда обратно и с каждой стороны в начале это получается в подмышках я сделаю по одной убавки еще чтобы она немножко сужалась довяжу им 12 половиной сантиметров и сниму на спидку с другой стороны я буду вязать то же самое с каждой стороны сделаю по одной убавки в начале провяжу примерно вот такое расстояние и я начну делать здесь как бы полочки застежку чтобы получились две пуговички чтобы они потом уходили в капюшон далее это я вам все покажу я вот это все провяжу и опять к вам включусь покажу свои продвижения то есть остановилась я на подмышках вижу я в 3 нити из каждого я достала из серединки нитку чтобы они у меня лежали нигде не прыгали так удобнее вязать вот а сейчас я хочу показать вам то у меня связалась вот такие у меня связали штаны с косами на них я уже отсняла экспресс мастер-класс поэтому либо он уже вышел на канал либо еще выйдет я сейчас еще не знаю когда когда будет вперед какое видео вот такие штанишки вышли здесь отворот на вырост составиться и вот она у нас оставиться видите получается треугольник такие такой узор косички полая резинка внутри вставлена резинка еще будет шнурочек вот такие они еще не стираны и поэтому смотрятся немного такие бугристые далее связались у меня еще вот такие штаны они полностью платочной вязкой связаны и они такие кстати забыла сказать вот эти штаны связанные из пряжи пехорка зимняя премьера ну я уже не буду вам говорить какие здесь параметры думаю вы так уже все знаете из какой пряжи я люблю писать эти штанишки связанные в две нити и заглана gold fine получились они платочной вязкой получились они плотные теплые воздушные такие ну то же самое здесь получилось как ложный шов я его называю здесь и здесь тоже с ластовицей с ростком на вырост отвороты такие штанишки получается росток спинка выше чем перед здесь тоже будет шнурочек под цвет кофточки к первым штанишкам и к этим штанишкам тоже будут связаны кофточки далее вот такие красивые штаны меланжевого цвета красивого серого серый с белым просто обычные лицевой гладью связаны тоже отвороты на вырост здесь будут сделана вышивка розочки красивые красивые с листочком сюда я вставлю шнурок в цвет кофточки к нему буду тоже кофточка связана вернее кардиган на кардигане тоже будет вышивка вот такие симпатичные штаны я думаю не стоит на такие штаны делать еще даже мастер-класс экспресс мастер-класс так как уже есть подробный мастер-класс на такие вот штаны только у меня сейчас они без вышивки а там с вышивкой а так то же самое только там размер 80 вот эти все трое штанов это размер 74 все это будет входить в один заказ поэтому каким-то будут связаны еще принятки шапки кофты вот это то что у меня связалась такие вот трое штанов на 74 размер это еще не все дальше я буду вязать к ним кофты потом еще я буду вязать другие модели на 68 размер если вы хотите я буду вам все показывать что связала что буду вязать дальше я сказала начну после вот кофты как с вами закончим я буду вязать вот такие штаны таким цветом к этой кофте тоже вам покажу может быть кто-то в процессе вот таких влогов вместе со мной свяжет получит как может быть мини мастер-класс такой дальше будут вот такие штаны подкупила еще пряжу для кофты плюс еще вторая упаковка пойдет на другую кофточку другой модели еще вот такая у меня пряжа тоже закуплена язык из этого цвета будут связаны штанишки 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 будут наверное вот как эти вот такая упаковочка у меня кстати вот этот вот серо-фиолетовый цвет это номер цвета 200 здесь номер цветом 161 вот этот цвет поярче немножко это будет из нее вязаться кофточка с вышивкой будет надеюсь я буду вязать и тоже все это будет в визуальном влоге я постараюсь думаю я найду время все-таки снимать эти визуальные влоги показывать вам что я вижу это номер цвета 98 красивый тоже такое пудровый цвет это уже следующее включение на следующий день сейчас я вам покажу что я провязала повязать меня получилось только к вечеру наверное часов 6 вечера и до позднего и до позднего времени наверное часов до 12 ночи и сейчас я покажу что я успела связать мое продвижение как вы помните я вам показывала что я дошла вот до этих мест то есть до подмышек вечером у меня получилось провязать спинку перед я провязала 4 сантиметра впереди по переду 4 сантиметра и потом я начала вывязывать уже вот такую застежку пуговицы как я это сделала здесь я как и говорила сделала по одной убавки со стороны спины и со стороны переда то количество после убавок то количество петель которое у меня получилось я поделила пополам и это у меня получилось у меня в общем получилось здесь тридцать восемь петель я поделила пополам у меня вышло 19 петель сейчас я вам покажу по сантиметрам по сантиметрам это вышло 27 с половиной сантиметров вот так что вот эти сантиметра вы можете поделить тоже пополам и как бы прикинуть все это на свою пряжу на свой на свою модель на свой размер начала вязать по отдельности эту сторону потом эту как я сделала вот такой нахлёст получается я поделила пополам и с этой стороны смотря еще в какую сторону должен быть нахлёст для девочки для мальчика у меня для девочки да у нас получается вот здесь заканчиваются петли то есть середина я набрала 4 дополнительные петли сбоку вот если представить вот у нас идет пополам до представили так пополам я на вторую половину от второй половины вот за эти петли сбоку набрала 4 петли то есть пришивать уже ничего не надо звен развернула вязание и пошла туда обратно туда обратно вязать то есть и отступила эти набранные 4 петли вот тут они получились я уже начала вязать платочной вязкой и плюс здесь я набрала 3 петли мы все провязываем платочной то же самое мы довязываем сюда до нужного до нужной высоты я сначала связала спинку я связала 12 с половиной сантиметров потом уже подгоняла перед по длину спинки вторую часть я сначала связала вот эту часть так как здесь не нужно делать дырочки под пуговицы а потом уже исходя от вот этой высоты я уже на второй стороне я распределила пуговички дальше мы проделываем то же самое со второй стороной переда только набираем дополнительные 5 петель уже здесь сверху набрали я их сначала получилось так что я их сначала набрала а потом провязала остальные 4 петли 5 петель я набрала и 4 петли платочной связала дальше я вижу уже тем же самым рисунком через вот таких три полосочки я сделала дырочку потом через три еще дырочку под пуговицу плечи я сшила способом петля в петлю особый рисунок я не старалась подогнать но получилось вот так вот не особо заметно тут если честно уже не подгонишь особо вот сшивала я как каким образом я вешала себе маркеры вот здесь чтобы разграничить этот рисунок от этого здесь также сшила плечи я до того момента пока у меня останется 5 петель вот этого рисунка до маркера вот также на второй стороне и все все я собрала на одни круговые спицы естественно здесь у меня получился такой вот большой как бы промежуток я этот промежуток заполнила набрала из полотна 5 петель здесь и 5 петель и здесь это нам дало дополнительную ширину горловины и капшона капюшон я вязала платочной вязкой и начала делать прибавки прибавки я делала отступив 2 сантиметра от плечевого шва здесь 2 здесь 2 и начала делать прибавки то есть я выбрала одну петлю реглана здесь и здесь и с каждой стороны делала прибавки через ряд то есть у меня получалось прибавка именно вот со стороны спины в лицевом ряду тогда эта прибавка прячется между вот этими полосками и красиво смотрится даже почти незаметно прибавки я делала вот до этого момента это примерно 9 сантиметров и немного прибавки 3 я сделала еще вот здесь чтобы он капюшон немного закруглился здесь дальше вот в таком сложенном виде он получается то здесь еще будет отворот вот так он будет выглядеть поэтому он такой широкий вот так отворот получается сейчас скажу по сантиметрам это получается 26 сантиметров если умереть уже с отворотом не все я думаю будут с отворотом вязать поэтому вы туда уже надбавляйте сами а на отворот я примерно беру 7 сантиметров так капюшон уже у меня провязан 14 сантиметров но это конечно же все еще он будет вязаться вот примерно вот столько наверно получается вот такой кстати кто не хочет капюшон можно остановиться провязать примерно вот столько и сделать просто вот такой воротник но не знаю насколько понятно сегодня я планирую тоже уже довязать капюшон и начать рукава сегодня вечером так что завтра я подключусь и покажу дальше какие у меня получились продвижения это уже третье включение 3 дня и сейчас я вам покажу что я связала как у меня продвинулась кофточка моя вернее я ее уже успела закончить вчера я вязала почти целый день до вечера и довязала рукава капюшон рукава все кончики спрятала все ее пришила пуговички все 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 и я поняла что я связала не тот размер который нужен был для заказа вот так бывает да что я тоже ошибаюсь и все через это проходят я уже не расстраиваюсь я не боюсь перевязав ошибок я уже привыкла как-то смирилась с этим поэтому я в срочном порядке начинаю в так вот такую же вторую распускать ее не буду она пойдет на продажу на наличие я уже начала вязать штанишки но начала штанишки вязать не к этой кофте а к правильному размеру правильный размер мне нужен 68 поэтому я довязала штаны к нему не буду вязать к этой к этой кофте начала сразу штаны меньшего размера дальше будет такая же кофта буду вязать как закончу штаны вот сейчас я покажу что у меня получилось вот такая кофта капюшон здесь две пуговицы застегивается пуговичка здесь для украшения вот рукавчики рукава у меня мы получились не регланом спущенный рукав по сантиметрам это набирала здесь я 32 петли убавку сделала всего один раз посередине взяла и спицы пять с половиной и перешла вязать резинку на меньших спицах на меньшем номере связала я 12 сантиметров резинки это вышло у меня 26 рядов полный рукав это рукав на вырост с отворотом то есть если мы вот так подвернем это будет рукав который нужен размером если вам отворот не нужен вы просто не вяжите отворот а вот эти 16 сантиметров от подмышки и до сгиба это 16 сантиметров это полная длина которая нужна все что-то ушло в подворот это на вырост объем груди у меня вышел 60 сантиметров в бедрах вышла 62 сантиметра это неделеная пополам высота длина вернее от плеча 35 сантиметров капюшон я довязала я даже и не знаю как вам какие мерки сделать капюшон давайте так мерку 25 сантиметров и высоту 22 сантиметра и глубина самая широкая часть 28 сантиметров я делала поглубже с расчетом на то чтобы можно было одевать на шапку например шапка если будет с помпоном то лучше поглубже капюшон чтобы он и личико щечки закрывал и чтобы еще шапочка влезла вот так расстегиваются и хорошо пролазит голова можно их не застегивать можно застегивать на одну чтобы не давила шейку вот такие казусы тоже у меня случается в этом страшного ничего нет поэтому еще раз я многим отвечала директе в инстаграме и то же самое объясняла когда мне приходят такие вопросы оля вы можете мне посчитать сколько мне набрать петель сколько что мне делать сколько вязать во первых я не могу так сразу ответить не зная вашей марки пряжи вашей плотности вязания толщину нити размер какой вы хотите вязать мне очень сложно так сказать никто вам так не скажет сколько набрать даже не вязан не вязав образец и я не смогу так на глаз посчитать а когда мне пишут посчитайте сколько мне вязать сколько набирать добавляю при этом что хотелось бы не перевязывать а связать один раз ну девчонки такого не бывает сколько раз мы ошибаемся на всех этих ошибках мы учимся на всех перевязав 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 я перевязывала ойму раз и на этом я и научилась поэтому не бойтесь что вам придется что-то распустить что-то перевязать и как вы наверное уже догадались то что да я приобрела камеру вернее телефон с хорошей камерой поэтому это такая долгожданная покупка из-за этого я не могла позволить себе снимать видео теперь я могу принять ваше поздравление и сказать что видео теперь будут выходить чаще и я буду к вам появляться на ютубе чаще и я этому очень рада кофточка это пойдет в стирку и потом буду я делать фотографии красивые и возможно я выставлю ее на продажу возможно когда будет время довезу штаны потом только выставлю на продажу но будет видно еще я не решила я уже вчера не стала долго расстраиваться и набрала уже штанишки 1 станем и я почти связала нужную длину сейчас пока я мерки делать не буду думаю это уже войдет в следующее видео так как это другой уже размер здесь я связала резинку это узелок можно будет заправить вот так я отметила прибавки ниточками чтобы они не оттягивали я вставляю ниточки чтобы потом не было заметно оттянуть петель вот тоже таким же узором 2 на 2 рис двойной вот так на этом я хочу завершить это видео этот вязальный влог надеюсь вы какие-то нюансы подчеркнули из этого видео может быть чему-то научились хотя я особо не старалась научить просто хотела рассказать показать процесс создания моих вещей поэтому вот так пишите в комментариях нравится ли вам подобные видео снимать мне снимать ли мне еще такие визуальные влоги вот так пишите в комментариях вот так